Здравствуйте друзья. В середине декабря 2021 года я делал обзор на европейскую версию Zigbee выключателя Acara H1EU. Он имеет несколько интересных особенностей, в частности он может устанавливаться в стандартный круглый подрозетник, а также имеет функцию энергомониторинга. Но, по состоянию на дату того обзора, поддержка устройства в системе Zigbee 2MQTT имела ряд серьезных недостатков, которые по сути делали невозможным его использование. В этом небольшом видео я решил обновить информацию и проверить что же изменилось с того времени. Уточню что это касается только Zigbee 2MQTT, а то как выключатель можно использовать в штатной системе Acara Home, как он пробрасывается в Apple HomeKit смотрите в моем первом видео ссылку на которое вы найдете в описании. Давайте пройдемся по порядку по всем пунктам и сравним было, стало. На момент съемки первого обзора, я буду использовать стоп-кадры из него, актуальная версия Zigbee 2MQTT была 1.22.1.1. Тестирование проводилось 13 декабря 2021 года. На дату проведения тестирования, 3 апреля 2022 года, актуальная версия, которая вышла буквально позавчера 1.25.0. Поддержка устройства, я имею ввиду что оно корректно определялось без необходимости подключения внешнего конвертера, уже была реализована в версии 1.22.1.1. Вот так на тот момент выглядела страница экспозиции. Сверху вниз, текущая мощность в ваттах, энергия в киловатт часах, экшен, здесь должны отображаться логические события нажатий на клавиши, температура, имеется ввиду внутри устройства, переключатель отвечающий за память состояния. Далее идет показатель уровня сигнала, далее располагается управление реле обоих каналов устройства правого и левого. Кроме включения и выключения, тут имеются переключатели режима работы, контроль реле и развязанный режим. В первом нажатие на клавишу переключает и реле, во втором просто генерирует логическое событие. Посмотрим как выглядит страница экспозиции на сегодняшний день. Не буду заставлять вас долго вглядываться и искать различия, внешние изменения только одно, добавился переключатель состояния светодиодов Flip Indicator Lite. Как он работает я покажу чуть далее. Теперь перейдем к тем изменениям, которые произошли функционально. Я специально пересмотрел свой старый обзор, чтобы в том же порядке пройтись по тем же недоработанным функциям. Итак, первым я упомянул отсутствие обратной связи. То есть при ручном включении и выключении клавишами, изменения статуса в ZigBee to MQTT не отображались. Проверим. Обратная связь работает. Состояние реле изменяется в режиме реального времени моментально. И в полностью ручном и в смешанном режиме, когда управление осуществляется и по ZigBee и физическим нажатиям. Следующая проблема отсутствие логических событий в параметре Action. При нажатии клавиш сюда ничего не приходило. Для проверки будет удобнее отвязать клавиши от реле заодно проверив и этот режим. Очевидно, что какие-то события приходят, однако слишком быстро чтобы успеть что-то разглядеть. Но для этого можно использовать другой инструмент. Для начала посмотрим страницу устройства на сайте ZigBee to MQTT. Тут заявлено 6 вариантов. Однократное и двукратное нажатие на каждую из клавиш и обе клавиши одновременно. Посмотрим что прилетает в MQTT топик устройства при нажатии на клавиши. По очереди проверим все шесть событий. Логика работы соответствует заявленной. Следующая проблема была с данными по энергомониторингу их попросту не было, проверим. Не мгновенно, но данные появляются, энергомониторинг работает. Напомню, что он показывает значение мощности по входу, то есть суммарно для обоих каналов. Из того что я увидел при тестах, обновление происходит в интервале 30 секунд. Теперь посмотрим как работает новая опция переключатель свещения диодов. По умолчанию он выключен и диоды на клавишах устройства будут светиться в том случае, когда соответствующий реле замкнуто. В некоторых случаях это неудобно, так как выключатель сложно искать в темноте. При включении этого режима статус диодов меняется, они будут светиться когда реле разомкнуто, а при подаче питания отключаться. Из того что осталось проверить, это параметр энергии, данные о расходе, которые ранее так же не работали как и мощность и сенсор логических событий экшн. Для теста я включил нагрузку немного мощнее, около 75 ватт, это лампочка накаливания. Далее осталось лишь подождать, пока расход не дойдет до того предела когда он сможет быть отображен. Через некоторое время данные обновились, сенсор отобразил 0.01 кВт часа, из чего можно сделать вывод, что и этот параметр работает корректно. Память состояния работала нормально и в старой версии, но на всякий случай проверим, сейчас эта опция отключена. Включу один канал и отключу питание на выключатель. К слову сказать щелчка реле не слышно, оно осталось замкнутым. Включаю обратно, питание подается, но реле сразу отключается. Теперь включаю память состояния, проверим сработает ли это. Снова включу один из каналов. Отключаю питание. Включаем обратно, канал остается активным, все работает корректно. Напоследок покажу как герой обзора отображается в Home Assistant, куда он попадает через интеграцию MQTT. В первом блоке управления доступно три объекта из домена Switch. Первый это переключатель режима работы диодов, затем идут оба реле устройства. Далее идет блок сенсоров, который объединил Action, сюда приходят логические события нажатий, энергия и температура устройства. В блоке настроек находятся два выпадающих меню, объекты домена Select, в которых можно выбрать режим нажатия каждой из клавиш. Под ними переключатель памяти состояния. И последний блок диагностика, в который вынесли сенсор мощности. Это текущее значение в ваттах. Итак, тестирование показало, что все функции выключателя Acara H1EU теперь в полной мере реализованы и работают при использовании ZigBit у MQTT, никаких ограничений нет. С учетом возможности установки в круглый подрозетник это хорошая заявка на то, чтобы выбрать эту модель. Однако, хочу еще раз акцентировать внимание, что внешний размер этого и подобных ему выключателей 86 на 86 мм. То есть, если будет необходимость в установке нескольких устройств в ряд, то при стандартном расположении подрозетников возникнет проблема, выключатели будут мешать друг другу. В таком случае, все равно придется использовать квадратные подрозетники, в которых герой обзора также прекрасно устанавливается. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. Всем мира. До новых встреч, как дела?